Облавы на улице. Ребята тормозят всех молодых. Прямо приходят в метро. В Москве и Петербурге продолжаются облавы на мужчин. Сотрудники полиции ловят москвичей у станции метро. Питерцы в многоэтажных жилых комплексах. Также силовики ходят по квартирам в поисках потенциальных мобилизованных. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит в 7.30 утра. Охота на мобилизованных в России доходит до абсурда. Повестки вручают многодетным отцам, женщинам, людям с инвалидностью и даже умершим. А рейс Уфа-Анталия был отменен, потому что второго пилота мобилизовали прямо перед полетом. В связи с интенсивной мобилизацией в России начальники ряда предприятий вынуждены идти на сделку с военкомами. Директора производства просят об отсрочке для ряда работников, а в обмен обещают помочь мобилизовать тех, кого менее жалко. Кто служил до 40 лет, граждане Российской Федерации остаются. Все остальные свободны. Тем временем в России уже подтвердили первые смерти в новом мобилизованных пятеро погибших. Все они из одного района Челябинской области. Однако на самом деле их может быть гораздо больше. В настоящее время, ссылаясь на свои источники среди военных, сообщают, что из Украины в город Коркино отправили 27 тел, а не 5. Ранее издание «Важной истории», ссылаясь на действующего офицера ФСБ, сообщало, что безвозвратные потери российской армии в Украине составляют почти 90 тысяч. Ну, почти все мобилизованы. Ну, а почему они так делают-то? Большую часть мобилизованных отправили в Украину без соответствующей подготовки. По мнению экспертов, на это есть причины. В условиях, когда укомплектованность многих подразделений далека от штатной, а украинская армия владеет инициативой, у российского командования часто нет времени на подготовку резервистов. Иногда приходится бросать солдат на опасные направления буквально с колес. Другая причина, почему бывшие запасняки попадают на передовую без переподготовки – слабая учебная база, не рассчитанная на одновременное обучение такой массы мобилизованных. Илья Абишев, редактор издания BBC News, русская служба, в Телеграм. В рамках мобилизации призвано 222 тысячи граждан, заявил президент России. 33 тысячи уже находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Остальные якобы проходят подготовку. Ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это счет не поступал. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости. Что касается бестолковщины, о которой я сказал, связано со старыми формами его учета, которые не обновлялись десятилетиями. Объявленная в России мобилизация спровоцировала новую волну поджогов военных учреждений в стране. Речь идет не только о военкоматах, но и о призывных пунктах, отделах полиции, зданиях ФСБ, Росгвардии, администрации, офисов Единой России и КПРФ. По данным медиазоны, с 24 февраля в Федерации зафиксировано 67 поджогов. Из них 33 после объявления мобилизации в России. В 47 случаях это были здания Минобороны, военкоматы и призывные пункты. Юлия Грановская для телеканала Freedom.